Китайский коронавирус и глаза. Всем привет! С вами снова Алексей и я не офтальмолог. Сегодня в информационном поле очень много информации о новом китайском коронавирусе. Информация может быть где-то пугающая, где-то успокаивающая, в зависимости от того, что вы читаете. Так как мой канал связан с глазами, и я получил информацию, которая может быть интересна, и она связана и с коронавирусом, и с глазами, я решил поделиться сегодня с вами в этом коротком видео. Два дня назад Американская Академия Офтальмологии на своем сайте опубликовала информацию для офтальмологов, связанную с коронавирусом. Что же интересного и полезного может быть в этой информации для вас? Итак, что на сегодня известно о китайском коронавирусе? Первое. Инкубационный период, то есть время между заражением и проявлением первых симптомов, составляет от 2 до 14 дней. Второе. Даже во время инкубационного периода, когда пациент еще не проявляет никаких симптомов, вирус может быть уже заразным. Третье. Вирус в основном поражает нижние дыхательные пути и передается воздушно-капельным путем. Обычно заражение воздушно-капельным путем обычно подразумевает вдыхание через рот или нос, либо контакт грязных рук, на которые уже попал этот вирус, с ртом, либо с носом. Как это относится к глазам? Возможно, вы уже знаете, что одним из нетипичных симптомов является незначительный насморк или полное его отсутствие, и то, что с этим вирусом наблюдается конъюнктивит несколько чаще, чем он может наблюдаться в других подобных ситуациях. Конъюнктивит — это по-простому воспаление слизистой оболочки глаза, которое покрывает белую часть наших глаз и внутреннюю поверхность век. Так вот, у пациентов с китайским коронавирусом конъюнктивит наблюдается чаще, чем в обычных условиях. И более того, есть подозрение, что китайский коронавирус может также распространяться при попадании не только на слизистые оболочки рта или носа, но и на конъюнктиву. Какие же полезные рекомендации Американская Академия офтальмологии распространила для офтальмологов? Первое, что может быть полезно врачам. Если вы офтальмолог и к вам пришел пациент с конъюнктивитом, обязательно уточните, не путешествовал ли он недавно в Китае или в страны, где уже проявлялся коронавирус. Он, его близкие родственники или друзья знакомые, с которыми он мог контактировать. Если да, возможно, конъюнктивит не простой, а связан с китайским коронавирусом. И в этом случае Американская Академия офтальмологии призывает американских офтальмологов сообщать федеральному правительству про эти случаи. Медицинским работникам, которые контактируют с пациентами с зараженным коронавирусом, Американская Академия офтальмологии рекомендует защищать не только рот и нос, но еще и защищать глаза хотя бы при помощи обычных очков, еще лучше при помощи специальных. Поэтому рекомендации очень простые. Поменьше находитесь в местах, в которых вы можете столкнуться с людьми больными коронавирусом, чаще мойте руки, не прикасайтесь вообще к своей голове, к лицу, к носу, к глазам грязными руками. Старайтесь об этом помнить, если вы находитесь в регионе, в котором у вас есть шансы подхватить коронавирус. Если вы вдруг куда-то путешествуете, хотите одеть маску на себя, вы можете одеть дополнительно очки. С прозрачными линзами, не с прозрачными. То есть, если вы боитесь заразиться, это не помешает. А сейчас самое время подписаться на мой канал, потому что в ближайшее время у меня выйдет несколько интересных видео о том, как вы можете улучшить свое зрение в сложных ситуациях, о том, что делать, если после лечения катаракты с вашим зрением пошло что-то не так, и ответы на ваши вопросы. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Алексей и я неофтальмолог.